Дневной разворот Тяжело передавигаться Как раз мы перед эфиром вспомнили Я помню фотографии с наших великих островов северных С Новой Земли Там постоянно снег И там люди ходят по таким тоннелям прорытым Сегодня у нас в принципе в Кирове тоже самое Тоннели чуть пониже Хотя бы видно, что белые медведи не выскочат из-за угла Да, ужас, что конечно творится Мы сейчас будем как раз таки в первом части Дневного разворота говорить о дорогах Но этот эфир он планировался еще на прошлой неделе Когда еще собственно снега не было У нас получилось как, Володя У нас сначала была операция буря в пустыне А теперь у нас снежный бар То есть у нас так сменилось такой раздел Снег все это изменил Но знаешь, от этого лучше-то ведь не стало Да, в десятых числах апреля В соцсетях стали появляться видеоролики И высказывания о том, что вот посмотрите Как наши дорожники убираются Поднимают вот те самые пыльные бури 17 апреля на базе общественной палаты Кировской области состоялась встреча Рабочая группа общественников Контролеров собственно дорожного состояния Ремонта дорог И представителей администрации В том числе дирекции дорожного хозяйства Там, насколько я понимаю Дирекция дорожного хозяйства покаялась Сказала, хорошо, хорошо, учтем Будем увлажнять Это все дело И вот с небольшой задержкой Мы все это дело хотим обсудить В любом случае В любом случае все это растает И будет то же самое Поэтому речь-то пойдет о том же самом Да И представление наших гостей Константин Сичехин Руководитель группы общественного контроля За ремонтом и содержанием дорог Член общественной палаты Кировской области Добрый день И Александр Булдаков Тоже член общественной палаты Кировской области Региональный председатель Общественного совета проекта Партии «Единая Россия. Безопасные дороги» Добрый день, Александр Владимирович Давайте дадим сразу оценку Сегодняшнему состоянию дорог Тут вне всякой критики, видимо Что случилось? Денег нет? Тут какую оценку-то давать на данный момент Мы сами все видим Оценка неуд Даже легко сказана Мы видим в каком состоянии находится город Мы с вами ходим Мы ездим по городу И говорить о том, что Что-то где-то делается Да Может быть техника выехала Может быть это все убирается Ну по крайней мере Вчера весь день по городу ездил Видел только пару автомобилей Спецтехники У администрации города Часов где-то в пять Говорят, где-то по городу ездили Камазы Спецобсухозяйства Пытались там что-то убирать Но с учетом Той ситуации, которая есть На сегодняшний момент В городе Камазами не спасти эту ситуацию Просто-напросто Теме уборочной техники Камазы, которые с ножами Да, да, да То есть специализированная уборочная техника Которая у нас есть на сегодняшний момент Эту ситуацию просто-напросто Было бы не спасти Потому что мы не справляемся В обычные снегопады Которые, ну стандартные В городе идут зимой А уж говорить про такую катаклизму Это можно так сказать При том, что у нас Зимний период времени Содержание зимнего периода времени Это до 15 апреля К 15 апреля Я думаю, что все подрядные организации Перевели свою спецтехнику Убрали впереди Все оборудование Спецнажи, да И поставили щетки Поливальные Специальные установки И они были просто-напросто Не готовы К такой ситуации И тут Ну, надо делать выводы Я думаю, что просто не платить Подрядным организациям Денежные средства Чтобы в рамках благотворительности Спасибо им большое Что они убрали город Каким-то образом В этот момент Говорят, деньги-то кончились уже Ну, деньги Поэтому такая ситуация Почему деньги кончились У нас есть контракт По содержанию На целый год Получается Все 300 350 Да, 350 Практически 400 Там где-то еще Плюсом добавляли Да Эти миллионы Закончились, что ли Так у нас Тогда каким образом Города содержать-то До конца года Просто Кончился тот интервал Денежных средств Который предусматривает На вывозку снега И на зимний период Да Но деньги-то Они не должны Закончиться Потому что Мы поднимали информацию 17-го числа Нам предоставляли акты То на сегодняшний день Там Сумма Порядка 100 миллионов Выплачена Ну, там Побольше Может быть Всем подрядным Организациям Сейчас не назову Если подниму Скажу точную цифру Но вопрос в том Что деньги Они никуда не закончились Деньги закончились Просто по вывозке снега Это да Они у нас иногда И заканчиваются Уже в феврале Эти деньги-то Тут говорить о том Что Когда нет контроля По вывозке снега Говорить Деньги могут закончиться И в январе Не успев начавшись Мы цифры-то рисовать Все умеем Просто-напросто И в данной ситуации Надо делать выводы Спасибо подрядчикам Я надеюсь Что администрация Просто никому не заплатит За то, что Происходило в городе Да Потому что Ну А за что платить Нет, ну, Константин Тут есть два вопроса Во-первых, это, конечно Катаклизм С другой стороны В том году Именно в те же дни 20 апреля Был точно такой же снегопад Может поменьше Ну, поменьше Да, но это уже анализ Бесконечно уменьшается С увеличением И второй момент Сегодня уже четвертый день После того, как это началось Конечно То есть, если Понятно, в субботу Там не успели переобуться Два часа нужно там Чтобы переобуть Эту машину Обратно на зимний день Ну, минимум два часа Да, минимум два часа Ну, хорошо, день Но сегодня тоже четвертый день Сегодня погода нам Боговолит Все растает Скоро И все будет замечательно Само Да, само И подрядчики И администрация Тоже на это надеются На мой взгляд Так и будет происходить Я почему вспомнил Про прошлый год Потому что, понятно Деньги там На вот этот зимний период На вывозку снега Кончились Но в голове-то кто-то Должен держать Что у нас в апреле Это происходит С вами деньги, деньги, деньги У нас есть люди Есть граждане города Кирова Которые платят налоги Да, им говорить-то тут О каких-то деньгах Да к речи нет даже Да Есть ситуация Которую администрация Совместно с подрядными организациями В рамках каких-то контрактов Ну, тех контрактов Должна решать А уж про деньги Это уже когда они все сделают Тогда и будем разговаривать Когда мы чем будем платить И каким образом Сейчас есть та ситуация Которую должны были решить И решить должны были В течение суток И моментально Но если она не решена была И мы с вами видим Что четвертый день Происходит то, что происходит Значит Есть проблемы Проблемы Как мы уже не раз говорили В контроле Проблемы есть В дирекции дорожного хозяйства В специалистах Которые не могут Вовремя правильно Проконтролировать Есть проблемы В подрядных организациях Да У которых нет специализированной техники Той, которая может Вовремя выехать И сделать ту работу Которая требуется В рамках всех ГОСТов и стандартов По содержанию Уличной дорожной сети Ну, о чем мы тогда Мы можем выиграть контракты И с одним экскаватором Ну, с одним трактором Да А по факту Мы не можем освоить Александр Владимирович Тоже подтвердит Что в строительстве Можно контракт выиграть И с двумя лопатами А по факту Ты ничего не сделаешь В данной ситуации Придется привлекать Кого-то еще Да, привлекать И надо делать Просто делать выводы И наказывать Тех, кто вовремя Не отреагировал Не платить те деньги Которые сейчас платят Там 4,8 балла Когда у нас Максимальный балл 5 Это по сути Все подрядчики Выполняют На отлично Все работы На сегодняшний момент Да И делать Ну И все В данной ситуации Я вот не пойму Еще поясните Пожалуйста Из раза в раз Складывается эта ситуация Вот многие из нас Заглядывают свои гаджеты В компьютеры Прогноз погоды Я имею ввиду За несколько дней Было известно За неделю было нарисовано Известно Что в субботу вечером Грянет Сильный снегопад То что случилось Не то что там так В таком масштабе Но был нарисован У меня было 6 снежинок нарисовано То есть сильный снегопад В конце недели За неделю был виден Ну Я думаю Почему дорожные Это службы Они не заглядывают Наверное На другой планете Надеялись На авось Надеялись Что пронесет По всей вероятности Вот например Если у нас Такой обильный снегопад Я в Пермь звонил Там немножко снег выпал И тут же сразу В течение двух часов Так у нас в разных районах Вообще дождь прошел Да Там дождь прошел А вот Киров Вот Киров Есть Киров На сегодняшний момент Да Вот такая вот погода Благоволит В этом году Для меня вполне очевидно Что пропустили Вот этот самый первый удар Нужно было Если была она эта техника Ее нужно было сразу выбрасывать Конечно Буквально за несколько часов Образовался вот этот вот накат И сейчас наши дороги В областном центре Представляют такой тающий зимник Да я вообще не знаю Он проваливается как попало И вот все Многоколейность Многоколейность И сейчас просто На просто вот эту Замерзшую Снежно-ледяную Водную массу Ее просто этими ножами Не срезать Насколько я понимаю Ну я ночью наблюдал Как работали В рамках железнодорожного вокзала Там грейдер работал Так он не мог срезать Либо ему надо было Просто по асфальту Ну по сути Фрезеровать асфальт Да фрезеровать асфальт Данной ситуации Да Но он просто не мог срезать Он что-то пытался равнять Это грейдер Это я не говорю уже Про камазики Которые бегают по городу Которые ничего не могут Сделать в данной ситуации Да Ну вот Вот так Спрессованный мокрый снег Прихватило мороз До минус трех ночью Понятно что Это плюс Грязь Получается такая масса Которую грейдер Просто не возьмем Сложно взять И Вот как получилось Так получилось И сейчас На сегодняшний день Ну что сейчас делаешь Давайте продолжим Наш разговор После небольшой паузы 16 минут 11 часов 16 минут И мы скоро продолжим Константин Сельчихин Руководитель группы Общественного контроля За ремонтом и содержанием дорог Александр Булдаков Член общественной палаты Региональный председатель Общественного совета Проекта партии Единая Россия Безопасные дороги Говорим о Состоянии улиц Областного центра Чуть позже Перейдем Ну если сможем Перейдем к тому Моменту Когда растает уже И как дальше будет Осуществляться Уборка наших улиц Ну а пока говорим О том коллапсе Который возник Что мы видим Сейчас из нашего окна Да Константин сейчас Сказал в перерыве Что удалось встретиться С руководителем ДДХ Господином Гутновым Ну не то что Удалось встретиться Вчера просто Созвонился Уточнился Хоть Будет ли лучше С каким вопросом Будет ли лучше Что творится Да что творится И какие мне Сегодня Какая ситуация В ДДХ ДДХ сказала Работает на все 100% Все специалисты На улицах Какие специалисты На улицах И на каких улицах А вот это уже Другой вопрос Вот какие специалисты Нужны для того Чтобы все это Отдолбить и очистить У специалистов Нет GPS Правильно Так у нас надо По всей вероятности Чтобы мы видели Этих специалистов Нам надо им Прикреплять GPS Чтобы понять Где они находятся И в какой момент Вы хотя бы сообщали Примерно в районе города Куда специалисты Двинулись Какой ответ Такой Какой вопрос Такой ответ Моя точка зрения Вопрос там Системный Безусловно Еще с конца 80-х Этим вопросом Занимался Когда Аварийную службу В области Возглавлял Вся техника Все дворники Они Количество их Нормативное То есть Это средняя Взвешенная Такая Составляющая Для того Чтобы люди были Заняты Каждый день Ходили на работу Убирали Чистили И так далее Когда возникает Нестандартная ситуация Как В эти выходные И не только Бывают Зимой Выпадает Там Двухнедельная Там норма Снега В этот раз У нас двухмесячная Говорят Месячная Пока То есть Точно так же Весной Когда идет Массовая потайка Когда Я уже Гутнову сказал Надо снег убирать Грязь убирать Чтобы пыли не было Тогда Когда он еще влажный То есть Только-только Растаяло Это тоже надо делать В режиме Чертянной ситуации Для этого Что должно быть В городе Должен быть штаб Мобилизационный план Это должно быть Объявлено ситуация Как минимум Подождите Мобилизационный план В котором Должны быть задействованы Все силы Существующие В городе То есть Должны быть заключены Договора С теми Собственниками Спецтехники Которая есть Заключены договора Определены Зоны ответственности Определена Стоимость Работы Час Куб Я не знаю Когда И При возникновении Такой ситуации Весь город А техник очень много В городе То есть Всевозможные Транспортные предприятия Какие-то Крупные предприятия Техника есть Строительные Дорожные Промышленные Предприятия Понимаете Деньги-то Все равно Надо платить Конечно Все равно Надо платить Или это будет Растяло В то время Это заплатят За месяц Или это заплатят За день Но За день Точно так же Дворники Во дворах Я вот этого Не могу понять Старшие по домам Должны организовать На случай Такой ситуации Уборку снега Жильцами дома У каждого Должна быть лопата Выпал снег Вышли все По метру квадратного У меня 150 квадратных метров Я у дома Свою грибу одену В подъезде 40 квартир И там 15 на 8 Там 100 квадратов Там по 2,5 квадрата Вышли Разгребли И дворник дальше Начинает обслуживать Тихонько Вот этого нет Я понять этого Никак не могу Понимаете То есть потом Мы выходим Все это притаптываем Вместо того Я не выпускаю Никого из дома Пока я не разгреб То есть снег выпал Я выхожу Чищу Тропинку Даже до машины Жена уезжает И начинает Чистить остальную территорию У меня нет притоптанного А здесь все идут Все топчут А потом говорят Вот какие дворники плохие Там управляйка плохая Там ДДХ плохой Там нужно Это все организовать Это системный вопрос Это вот не разовывал Он системный Его надо решать городу Администрации города А не там Не заплачу Не заплачу Это несерьезный разговор Так как бы Понимаете То есть Ситуации бывают Разные чрезвычайные На случай Любой чрезвычайной ситуации Должен быть мобилизационный план В городе В муниципалитете В области Не важно Накануне мы с вице-спикером ВЗС Романом Титовым Поднимали эту тему Мобилизационный план Да Разумное предложение Но и финансовое подкрепление Этого должно быть Соответствующая Какая-то кубышка Загашник Да Насчет загашника Как раз я вчера Посмотрел информацию Разместил РИА новости Информацию о том Как в регионах Насчет того Готовность к чрезвычайным ситуациям То есть регион должен накапливать Определенные суммы Для того чтобы В случае чрезвычайной ситуации Эти суммы тратить Кировская область В конце нашего списка Российского Третья с конца У нас 6,9 миллиона На всю область На случай чрезвычайных ситуаций В то время как В многих регионах Это и миллиардами Исчисляется сумма То есть в принципе Даже вот эта сумма Она ведь в принципе Ни о чем Да Ни о чем То есть даже Если ее задействовать То ее хватит Извините Только СМС И если у нас Просто в содержании города В день тратится Порядка миллиона Просто на содержание города И говорят При чрезвычайной ситуации То эти 6 миллионов Идут На область То эти 6 миллионов Город съест за день При чрезвычайной ситуации Просто-напросто Да И мы о чем тогда С вами говорим О какой чрезвычайной ситуации О каких деньгах О каких если мы Ну вы правильно сказали что у нас нет даже мысли-то, у нас даже просто денег не заложено в бюджете. Не заложено на эту деятельность средства. Можно создать штаб, можно создать план, но его не ввести в действие, потому что, собственно, он ничем не обеспечивает. Нечем обеспечивать было. И здесь, насколько я понимаю, у нас это чрезвычайно так и не вводили. Ведь как раз вопрос-то в том, что если мы что-то делаем, любое действие должно быть закончено. То есть штаб, план и финансирование. Но в другом, смотрите, та же пыль, для чего мы сюда шли. Она гоняется с одно место на другое. И то есть тут убрали, она туда влетела. Так так и убирают, что она прохает с места места. Кто-нибудь деньги-то эти считал на перегонку? Даже по поводу пыли. Вот у нас горячая линия сумела поработать ровно сутки, проще сказать. За сутки 10 сообщений пришло. Мы 10 сообщений зафиксировали. Там, конечно, не до конца ту информацию предоставили, которую мы просили. Потому что мы просили предоставлять желательно госномер техники, так, чтобы определить хозяина этой техники, которая есть. Но, по крайней мере, там из них можно выбрать из 10 сообщений, вот те сообщения, которые мы передадим сейчас в дирекцию дорожного хозяйства. Просили предоставлять, конечно, еще и фотографии, потому что надо доказательную базу. Потому что любой подряд скажет, да это не я, да это не мы, да не мы пылим в данной ситуации. И 10 сообщений за сутки. Ну, я за одни сутки трижды просто попадал в такие боли. А ты говоришь, сфотографировать? Ну, слушай, там его не видно. Он же в облаке, в реальном. А как доказать? Я понимаю, я туда не пойду, потому что мне потом не отмыться. Не, ну, здесь, смотрите, вот эта пыль, да, вот эта пыль. Я Ашикминой позвонил, я говорю, давайте сделаем анализ состава пыли. Тамара Яковлевна. Тамара Яковлевна, она тоже члена ПКУ, профессор. Но выпало, мы хотели в понедельник. Сейчас нет пыли, я думаю, она появится. Куда она делится? Анализ надо сделать. Она на месте осталась. Потому что это тоже ведь безопасность, безопасные дороги, да? Почему? Потому что эта пыль, она отравляет астматики, начинает вспышки заболеваний, аллергетики и так далее, так далее. Понимаете, это же, этим нельзя дышать. Так и здоровому человеку песком-то дышать не полезно. Да ладно, песок там взвесив, всевозможные отходы этих же, животных и так далее. Ну, вот Александр Владимирович правильно сказал, в ближайшее время все равно это скоро все растает. Эта пыль у нас все равно появится. Горячая линия у нас все равно продолжится дальше, да. Давайте я напомню, 38-14-77. Да, 38-14-77. Там две электронные почты на сайте общественной палаты. Эта вся информация размещена. Просим звонить, мы никуда не денемся от этой пыли. Ну, к середине мая примерно растает. Да, конечно. Да нет, это быстрее растает. Мы уже к майским праздникам. Просто будем майские праздники не на травку смотреть, а будем, как говорится, утопать в воде. Но в данной ситуации я думаю, что все-таки анализ пыли и самое главное, что мы сделаем правильно. Хоть поймем, что за состав, чем дышит город, чем дышит человек, когда у нас эту всю пыль начинает поднимать. Это же мелкая дисперсная такая вещь. А тяжелый металл оседает от выхлопа тяжелый металл, нефть, нефтепродукты и так далее. Да, и вот это мы обязательно сделаем. Да, это хотелось раньше сделать, но сделаем уже ближе к середине мая. Думаю, будет понимание всей этой ситуации. Как представитель дирекции дорожного хозяйства на той встрече? Оправдывался или не оправдывался? Да, не то, что оправдывался. А кто был, кстати, от ДДХ? Руководитель. Руководитель непосредственно. Да, 17 числа непосредственно наконец-то он появился. Мы его долго-долго ждали. В этот раз он пришел. Конечно, он сказал, что всех подрядчиков они заобязали проводить сухую уборку. Сначала влажную проводить, потом уже только собирать это все щетками. Или теми спецтехникой, которая есть на сегодняшний день в составе. Если будут фиксироваться вот эти случаи таких пыльных бурь, то обязательно сообщать дирекцию должного хозяйства. Они будут наказывать эти подрядные организации. В связи с этим мы решили провести горячую линию. Как получилось, так получилось. Погода не дала ее завершить. Но это вернется. К сожалению, это все вернется. Нет, мы совсем... Есть мысль-то. Мы ее хотели провести в течение недели. Понять, если большой поток информации идет обратно от граждан, то она будет продолжаться весь год. За весь сезон. Потому что сегодня у нас пыль, она все лето, грубо говоря, будет все лето убирать. И она будет весь сезон. Это чтобы люди могли знать, куда могли сообщать о таких ситуациях, которые они будут наблюдать в городе. Чтобы просто-напросто любой подрядчик знал, что за ним ведется общественный контроль. Но порадовало еще то, что Гутнов заявил конкретно, что они сейчас с этого года хотят поменять технологию противогололедной обработки дорог и тротоваров. То есть отказаться от песка и соли. Дело в том, что говорят об этом довольно часто. Они уже выбрали что-то, они уже конкретно это решили. Глава администрации Шульгин несколько месяцев назад еще говорил об этом. Конкретно было сказано, что процесс идет, и эта зима, скорее всего, будет без песка. Следующая зима, которая, да. Не та, которая сейчас, 18-19-го. Которая следующая. Ну, я уж не думаю, что совсем она будет без песка. Тротуары все равно в песке останутся, да. Ну, это меньше уже, все равно. И дворовые территории. Но меньше, наверное, того будет песка, который будет высыпаться на улице. И вот как раз посмотрим, как следующая весна-то будет столько грязи-то, как сейчас. Но я думаю, что эта ситуация от грязи нас все равно не спасет. Только по той причине, что все наши газоны, которые в городе находятся... Заставлены машинами, и машины потом выносят это все. И не только, они выше. Вода, которая начинает стекать. Весь снег вместе с землей, он уходит на дороге. И вот эта вся грязь получается. Этим просто от грязи нас не спасти. Нам требуется все равно нормальная ливневая канализация, чтобы эта вода быстро куда-то уходила, а не стояла на дороге. Это целый комплекс работ, которые надо проводить сейчас на сегодняшнем городе. Это очень большие затраты, которые годами в городе просто-напросто никто не делал. Хотя власть приходит, обещает, уходит, но никто ничего не делает. Посмотрим, как будет с новыми главами администрации. В прессе появилась статья, в Питере начали срезать газоны и засевать более густым ковром газоны. Чтобы влага задерживалась там, да? Чтобы они ниже были. Пыль не смылась, грязь не смылась. Я совсем считаю, что газоны надо убирать. Вот честно. Заасфальтировать все, что ли? Максимум, либо заасфальтировать, либо сделать стоянки из этих газонов. Брусчатку выложить. А смысл от этих газонов? Мы травой зеленой больно не радуемся. Ну подожди-то, наверное, это и газонами-то назвать нельзя. Да, и газонами-то назвать. Ну что-то там растет и растет, никто за этим не ухаживает. Я не говорил, что надо убирать деревья. Деревья надо оставлять, пусть стоят. Есть хорошие примеры урбанизации, когда есть деревья, есть рядом стоянки, да? Но газоны сами по себе, вот те газоны, из которых мы получаем всю эту грязь вдоль дорог, где проходят сети, их надо просто-напросто убирать в городе. Да, лучше пусть будет больше стоянок, больше будет автомобилей стоять, но меньше этих газонов, потому что от них больше вреда, чем пользы на сегодняшний день. Кстати, на прошлой неделе, насколько я помню, на 19-е число было запланировано начало полноценного ремонта дорог. Если будет хорошая погода, 19-го числа погода еще хорошая была. Известно вам, он где-то стартовал? Нет, 17-го числа уже Виат-Автодор, как раз на рабочей группе они присутствовали на заседании, они уже сказали, что они уже вышли. Уже вышли? Да, они уже вышли на свои объекты в рамках замены бордюрного камня, потому что там в контрактах есть бордюрный камень, они уже где-то там, улицу сейчас не назову, они уже начали осмотр, демонтаж старого бордюра. Конфектовку проводить и хотели уже менять замены бордюрного камня заниматься, а потом уже остальные работы проводить. Но, как видите, погода, я не думаю, что они в такую погоду сейчас работают. Подождем, что будет дальше. Нет, ну и смотрите, на погоду, значит, это то, что солнышко днем, погода-то минус была, по ночам-то было минус 3, минус 2, поэтому дорогу делать лучше пока... Ну да, потому что она уже сразу начнет... Лучше чуть-чуть подождать, а потом сзади не долететь. Ну, все равно подготовительную работу мы порекомендовали подрядчикам начинать сейчас, чтобы потом не получилось, как у нас с Киров Русским, когда подрядчик вышел на дорогу и начал говорить, да у вас техсоздание неправильно составлено, да еще чего-то, чтобы сейчас, пока есть время, согласовать с дирекцией дорожного хозяйства, если где-то что-то, какие-то ошибки в технических заданиях, там люков недосчитались, либо пересчитались, чтобы эти все моменты согласовывать сейчас, пока есть время, пока погода, по сути, им дает какую-то передышку, вот, чтобы потом не получилось, как было годами ранее, когда там приходят и 10 люков не хватает, и вот и бегают, ищут, где бы деньги взять, чтобы еще люки доделать, да, а мы с вами сейчас наблюдаем очень хорошую картину в рамках гарантийных обязательств, когда у нас там улица Свободы провалилась, где все люки практически поменяли, у нас практически, куда ни сунься, был отдельный контракт в том году по люкам, так как не включили в общий, да, и куда ни сунься, везде люки по этому отдельному контракту в ужасном состоянии находятся, либо провалились, либо их подняло, либо еще что-то, и, потому что сразу не было сделано, потому что сразу не было сделано, одновременно с ремонтом полотна. сделали очень поздно, они делали в то еще время, когда уже снег лежал, они доделывали эти работы, да, и сейчас на сегодняшний день мы наблюдаем ту картину, что практически, если вот сейчас проехаться по городу, то процентов 70 этих люков надо заново переделывать, и вот этот вопрос мы будем поднимать, мы хотели, вот как раз дирекция должного хозяйства ехать проверять участки, и вчера должна была пресс, как с прессой, дирекция по улицу Воровской, посмотреть, но поедем, поедем, все равно поедем, будет сухо, все равно поедем. Реклама у нас сейчас будет, полторы минуты буквально, и вернемся к нашему разговору. Николай, у нас опрос приурочен, кстати, к первому часу. Да, ну вот как раз приурочена теме, о которой мы говорили, вот когда мы еще говорили про песчаную бурю, там про снег, про дворников, да, про тех самых дворников, которые вот... Которых кто-то видит, а большинство, наверное, не видят. Нет, ну вот я должен сказать, что у нас в доме прекрасный совершенно дворник. У нас тоже. Абсолютно. И, кстати, вот как вы говорили, люди тоже неравнодушные, то есть они выходят, помогают, потому что когда вот такое случается, как в эту субботу, да, воскрешение с утра, там, ну понятно, что не в 7 утра, но где-то в 10 уже люди вышли, у кого что было, разгребли, растащили. Другое дело, что двор-то очистили, а дальше дорога, и дальше ходу нет. Дальше тупик. Дальше тупик. Далеко сильно не разберешься. Вопрос очень простой. То есть речь идет о том, что у нас всегда говорят, что никто не пойдет работать дворником. Вопрос такой, согласитесь ли вы работать дворником, да, и вот на каких условиях? Не-не, я имею в виду, при каком жаловании? При каком жаловании, да. То есть сколько нужно платить дворникам? Вот мы что решили спросить. И вопрос такой, до 10 тысяч, до 20 тысяч, до 30 тысяч, до 40, более 40, или вариант такой, я не соглашусь ни за какие деньги дворником работать. Ну, напомню, что средняя зарплата у нас по региону составляет 22-23 тысячи. Ну, я по поводу 100 гривенников. У всех жителей региона, у всех у нас. Смотрите, какая интересная штука получается. Голосование на странице ВКонтакте организовано. Знаете, какой лидирующий вариант? Почти 50 процентов, не менее 20 тысяч рублей. Ну, не менее средняя зарплата по региону, скажем так. На втором месте не менее 30 тысяч рублей, почти 30 процентов. И на третьем месте, это на втором месте не менее 30, и на третьем месте более 40 тысяч рублей хотели бы получать люди, трудящиеся дворниками. Дворник может получать более 40 тысяч рублей. У нас несколько участков взять и работать. Просто ему надо будет утром выходить в 8 утра с лопатой, в 7 утра. В 4 утра. В 4 утра, да. В 4 утра, скажем. И заканчивать, как минимум, в 8 вечера. И тогда он будет получать 40 тысяч рублей. Потому что, я вот сейчас, опять же, не вспомню, но я как-то высчитывал, какая зарплата у дворника может быть, согласно квадратному метру дома, и каким-то образом он спокойно может как минимум и 30 тысяч получать. Но если он будет плодотворно работать с 4 утра, например, да пусть даже до 4 вечера, 12 часов, да. Ну, тогда, а у нас дворники в основном как работают? Они в 5 утра вышли, до 8 поработали, поработали, до 7. До 7. Вот и весь рабочий день. Весь рабочий день прошел. Вы про каких-то уникальных, Константин Дворников, говорите. Я обычно в уже дворников, которые выходят на работу, тот же снег разгребать, когда на работу идут все. Вот пошли в 8 утра на работу люди, и они тоже в 8 утра выходят. У меня дворник меня будет, потому что у меня первый этаж, и когда он лопатой скрипит в 6 утра, я уже знаю, мне будильник не нужен. Все, вышел. У нас дворник, например, у меня дворник, он вчера в 5 утра вышел, уже разгреб, а сегодня, так как решил, уже выходил сегодня на работу, где-то вышел он где-то в 9 часов в доме, потому что у меня прямой контакт с дворниками, я его постоянно контролирую, и вот он в 9 часов сегодня вышел и начинал разгребать снег. А вчера уже в 5 утра он уже дорожки прогреб, более-менее сделал чисто. По крайней мере, вот этот дворник, он работает не больше 2 часов в день. Вот на одном объекте, на доме в 16 этажей. Ну, как бы такая ситуация. А если бы он может взять там 3-4-5 домов, я думаю, что он спокойно может получать и 20-25 тысяч. Не, но мы опять же здесь возвращаемся к тому, что услуга дворника, особенно в зимнее время, должна быть оказана за короткий период времени, это 2 часа, как ты говоришь, там с 5 до, там с полпятого до полседьмого, до выхода людей из дома. Чтобы они не утаптывали. Чтобы они не утаптывали, и тогда будет идеально чистый двор. Поэтому, как бы, здесь надо добирать-то не, может быть, не зарплатой одного дворника, а количеством дворников, грубо говоря. То есть платить дворнику, но они там не 50 рублей в час, грубо говоря, там 200 рублей в час, но держать их 2-3, допустим, человек. И вот как раз мобилизация на случай, когда выпадают сверхнормативные осадки, должны быть какие-то дополнительные ресурсы привлечены. Пускай за деньги, да, то есть договорились, что там Вася, Петя, Маша, вы выходите, и мы вам доплачиваем какие-то деньги. То есть здесь тоже есть, как бы, для работы для головы, да, у управляющих компаний. Так, нет, как это обеспечить? Но одним дворинком это не сделать. Кстати, я у Александра Владимировича хочу поинтересоваться. Вы руководите общественным советом проекта, да, партийного безопасной дороги. Напомните, что за проект такой? Что делается в рамках? Ну, вот, как бы, меня назначили, избрали, или как это правильно сказать, совсем недавно. Просто мы все знаем, там, БКД, безопасное и качественное формирование комфортное, городской среды. Сергей Сергеевич тоже у нас является членом этого совета, как бы, да. Здесь цель, цель этого проекта это безопасность жизни и здоровья людей и имущества на дорогах. Проект впервые в этом году реализуется? он с 17-го года. С 17-го. Да, ну, как бы, я вот буквально там третью неделю посвечался с образованием, с медициной, с ГАИ, значит, с рабочей группой в работу ведем, значит, по безопасным и качественным дорогам. Но здесь у них только, грубо говоря, ремонт полотна, а там ведь у нас еще есть и разметка, у нас есть светофорное регулирование, светофорное регулирование, развязки, вот как раз та же пыль, да, грубо говоря, это все дорога и она несет в себе опасность. Так вот, как бы, ну, как я своим сказал, если мы сократим количество своим общественным советом, действия, деятельность нашего совета приведет сокращению количества смертей на дорогах и уличий, то нам уже не будет стыдно на том свете. На что конкретно направлена ваша деятельность будет вот в этом году? В этом году? Ну, понятно, да, снижение раненых и погибших, но вот что конкретно собираетесь делать? В этом году первый вопрос, значит, это провести анализ оборудования пешеходных переходов около детских, дошкольных и школьных учреждений, значит, где нет дать рекомендации и чтобы привести в соответствие, разметка должна быть, дальше внедрение образовательных программ для детей в детские дошкольные учреждения и школы, то есть ПДД? Да, правила, ну, да, правила поведения на дороге, вот, значит, ну, я заявил на видеоконференции, что пора бы права выдавать уже в школах, да, 10 класс, как во всем мире, в принципе, права выдаваются, то есть человек, который знает, ну, любой водитель, да, ты немножко по-другому ведешь себя на дороге, потому что ты понимаешь, что может... Что ждать, собственно, от автомобиля, от автомобиля, да, то есть... Ну, не то, чтобы сдавать экзамены и в 16 лет получать права, например, на мотоцикл уже можно, да? Нет, значит, как бы, вот у меня, допустим, дочь, она в школе сдала на права, но получила она... Получила в 18? В 18, села за руль, вот, день рождения свой, как бы, да? Поэтому это тоже важно, значит, второй вопрос об информированности водителей при попадании в ситуацию дорожную, значит, да, куда они могут обратиться? Ну, мы не только по городу Кирову ездим, да, мы ездим еще по районам и в сельской местности везде, везде, значит, где ближайший, допустим, медицинский пункт находится, и так далее, и так далее. То есть, там много вопросов, как бы, я только начал изучать этот вопрос, но работы там... Давайте, когда войдете в курс дела, мы пригласим отдельно поговорить. То есть, там, как бы, надо увязать очень много, очень много слож, как бы, да, вот, я думаю, что мы будем увеличивать и состав совета, как бы, да, будем работать. проект большой, он в рамках, он берется обширную, обширные стороны различные, да, в рамках дорожного движения, и, конечно, я не думаю, что общественный совет все необъятное не объять сможет, да, но, по крайней мере, вот эта же оценка пешеходных переходов у дошкольных заведений, да, это, как бы, тоже уже большой-большой плюс, если даже эту работу совместно с ГИБДД общественный совет проведет на сегодняшний день, да, как бы, хоть что-то, но так плодотворно. коротко ответьте, партия и финансирует этот проект тоже, да? Да нет, на общественный. На общественный. Конечно, никакой же общественный контроль только в рамках партийной. Ясно. У нас остается буквально полторы минуты, у нас есть звонок, алло, добрый день, алло, видимо, нет звонка у нас, да? Нет, не получается. Хорошо, ну что, планы работы, минута остается, и в ближайшее время на что ваша деятельность будет направлена общественных контролёров? Нет, если брать рабочую группу, то, конечно, план работы у нас ничем сильно не меняется по сравнению с 2017, только больше, надеемся, что больше и больше людей будут активно участвовать в этом процессе, да? Также контроль остается за уличной дорожной сети, за ремонтом. Посмотрим сейчас, как всё-таки, вот, горячая линия начнёт опять заново работать, когда у нас всё подсохнет, да? Как бы, направления, их меньше не становится, их становится всё больше и больше, потому что понимаем, что из одного вытекает второе, из третьего, третьего, да? И всё как-то в общем связующем надо решать совместно. Есть моменты, которые мы уже решили, есть моменты, которые мы будем дорешивать, да? Ну и, конечно, стараться, чтобы нас услышали, нас, конечно, стараются слышать, да? Но всё равно мы видим то, что видим, да? И эта проблема, это системная проблема на сегодняшний момент, и не связанная там, руководство пусть меняется, приходит новое, люди, но система, она всегда остаётся, и эта системная проблема надо решать системно, совместно с теми руководителями, которые есть. Надеюсь, что в этом году новое руководство, которое не уйдёт через пять лет, ну, останется на пять лет, один был. В каком руководстве уйдёт? Ну, даже дирекции дорожного хозяйства. Не на пять лет, хоть на год, меньше года проработал. Меньше года проработал. Владимир Ильич Менькин нам обещал, что я тут у вас на пять лет и жить у вас здесь буду и пропишусь. Помним было такое. Не прошло и года, как он эти вещи собрал и уехал. Надеюсь, что новый руководитель останется подольше. Мы тоже надеемся на плодотворную работу. Спасибо, Константин Сечехин, Александр Булдаков. Первый час дневного разворота на этом завершён. До встречи через 20 минут и новая тема у нас будет. Редактор субтитров А.Семкин